и сегодня у нас программа особенная достаточно необычная и интересная поскольку речь будет идти о психологии актера и у нас на связи москва россия и психолог консульта психологии психосоматики практикующий евгений саяпин и известные российские актер театра и кино артем ткаченко мы ведем эту программу достаточно необычном формате поскольку артема то я вижу на экране евгений саяпин у меня на телефоне совсем по-другому и не знаю кто кого видит но главное что мы друг друга слышим я надеюсь и поэтому сейчас вот будем вести такую программу ну и как во первых здравствуйте дорогие гости добрый день до евгения будет слышно достаточно ну надеюсь что артем его услышит поскольку главное действующее лицо будет в эфире евгений саяпин и артем ткаченко я так сказать буду поддерживать беседу у меня просто один первый так вопрос дело в том что очень необычная скажем так психология человека который одевает на себя маску в данном случае это вопрос к артему поскольку артем вы одеваете на себя маску вашего персонажа ну мы все знаем крылатое изречение не верю да но человек должен прожить эту жизнь он должен прожить жизнь актера он должен него перевоплотиться и как вот это все происходит насколько это тяжело поскольку жизнь совсем другая на самом деле и это достаточно с моей точки зрения очень тяжело проживать чужие жизни причем раз за разом и они абсолютно разноплановые вот такой у меня первый вопрос а дальше вы увидите беседу вы знаете тяжело если наверно сейчас я как попробую сформулировать немножко разволновался так скажем я думаю что тяжело дилетанту и наблюдателю а человеку который уже в профессии мне кажется это такая немножко надуманная сложность и в конце концов знаете вот говорят в голливуде артисты бывает погружаются в роли настолько что потом мы проводят там какое-то время в психбольницах но не знаю можно ли это относить скажем так к нашей игре к российской во первых у нас все-таки и времени на подготовку не всегда хватает достаточно и все таки это проживание е в кавычках в кавычках проживание и скорее это игра это изображение ну что ли если если изображение более удачно то тогда вот тогда получается верю как раз вот и это изображение как раз за проживание из-за переживания из-за воплощения все-таки это ну да вот изображение пожалуй это ближе всего а насколько это сложно ну вот еще знаете как-то раз не пил скейдж пришел к опре и сказал вот когда я играю там человека бездомного бомжа я живу на улице там сплю на лавке когда я играю человек который выпивает я начинаю выпивать когда я там играю больного я болею и она им сказала опра николас а вы не пробовали это просто сыграть вот мне кажется это точно достаточно можно попробовать просто сыграть чтобы сыграть убийцу тебе не нужно идти кого-то убивать и и не нужно ну как-то знаешь сильно муссирует себе эти мысли и представлять как это происходит и нагружать себя излишне этой информацией не нужно и мне кажется совсем не обязательно да евгений как вы думаете по этому что вы думаете по этому психологии психосоматике конечно артем во многом прав но мы все-таки собрали здесь позицию что там евгений думает да все таки послушать что говорит актер и как он сам лично со своей шкурой снимает извините за слово шкуры да да я я понял ваш вопрос ну вот вы знаете есть такая практика было я прошу прощения он еще не запомнил а да и Как нормального человека, который формирует свои взгляды, как сам строит свою жизнь, как он выстраивает себя, когда ждет свои роли, которых нет и нет, да? И поэтому, соответственно, у меня вопросы вам, как человеку, ну вот даже цепанули вы на себя какие-то роли. Ведь у вас же есть какие-то особые практики, вот свои личные, как вы чистите? Алкоголь, наркотики, спортзал, баня, вот какие методики? Да, да, я понял, я понял ваш вопрос. Вы все равно будете цеплять это все на себя? Все, могу говорить? Ну вот, например, есть такие практики единоборства, бойцовские практики, называются они русский стиль. И вот в русском стиле есть такое упражнение, вот, например, это вот к вопросу о цепляем что-то или не цепляем, и как избавляться. Вот, например, если ты сидишь, скажем, в электричке, и напротив тебя сидит какой-то не самый приятный господин тучного вида и сверлит тебя глазами, нужно закрыть глаза и представить себя многоэтажным домом, там, с двумя-тремя подъездами, представить бельевые веревки, балконы, двери, какие-то рисунки. И вот в тот момент, когда ты представляешь это все и смотришь на своего противника, противник не выдерживает и отводит взгляд. А вот, но обязательно после этого, когда ты выходишь из вагона поезда, скажем, нужно топнуть ногой, чтобы сбросить с себя вот эту визуализацию. И, в принципе, вот в нашей профессии, ну, вот, нужно банально, грубо говоря, топать ногой и сбрасывать это. И, действительно, я смываю это, там, в том числе в бане, и проговаривая как-то, там, не обязательно вслух, как-то про себя проговаривая, что я освобождаюсь от этого образа, что он меня не держит, что я остаюсь собой, вот я тот, кто я есть, я Артем Ткаченко, мои родители такие-то, вот у меня есть дети, сын. В общем-то, возвращаюсь к своему внутреннему «я». Вот, потом, конечно, вот, недаром же во многих религиях используют всяческие ароматические масла, благовония, да, там, вот у нас, например, в православии ладан, там, в буддизме, в индуизме это палочки какие-то сандаловые, скажем, потому что это тоже снимает, ну, и напряжение снимает, и разряжает, и как-то очищает. Поэтому использую обязательно, там, аромамасла. То есть, вот я, например, прихожу после смены домой, где я играл, ну, скажем так, частенько я играю отрицательных персонажей, да, собственно говоря, коим я по жизни не являюсь, я считаю себя все-таки достаточно положительным товарищем. Прихожу домой, ну, естественно, проговаривая, смываю все себя, накуриваю комнату ароматическими какими-то маслами, включаю хорошую, успокаивающую, медленную музыку, чаще это джаз, вот. Ну, и, собственно говоря, от бокала вина никто не отказывался никогда. Папа, папа. Никто от бокала вина никогда не отказывался, это... Попей, вот, на. Вот. Когда стал говорить о бокале вина, сразу пришел ребенок и говорит, попить надо. Папа, что? Капелька, столько. Да. Да. Да-да-да, слышу. Вы, 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 вы красивый мужчина, да, естественно, у вас много поклонников, поклонниц, и даже вот я знаю своих приятелей, дети которых очень сажат. Папа, глупой фурчик. Папа, глупой фурчик. Вы чувствуете, вот девушки-женщины больше влюбляются в вас как личность, как с Артёма Скаченко или в те роли, которые вы сыграли. И, в принципе, вы заказываете вообще женщинам, что вы не такой? Какой вы ролях? Какой другой мультик, камазин. Миша, я не знаю, что здесь нет. Ну, вообще, женщин-то, собственно говоря, не всякая женщина знает меня лично и вообще, можно сказать, меня знает мое окружение, мои сестры, какие-то мамы, бабушки, моя любимая женщина. А так-то люди, конечно, которые меня влюбляют, все-таки, по большей части, наверное, они влюбляются в какие-то образы мои киношные. Просто потому, что они не знают меня как человека, и у них нет такой возможности. Я не использую приложение Перископ, сейчас такое новое модное. Я как-то там, бывает, проявляюсь в соцсетях, в Фейсбуке, выкладываю какие-то фотографии семейные. Вот только так можно узнать, пожалуй, меня такого, какой я есть. А доказывать и рассказывать, какое я на самом деле, ну, как-то я не вижу, честно говоря, в этом смысла. Тому, кому нужно, те и так люди знают, какое я на самом деле, то бишь, говоря о моих близких людях. Им уже доказывать ничего не нужно. И они знают, что тот Артем Ткаченко, который играет в кино, и тот Артем Ткаченко, который приходит домой после работы, это два разных человека. А вот кого они больше любят, это вопрос скорее к ним. Но мне хочется верить, что, конечно, меня настоящего. Артем, у меня такой вопрос. Скажите, как вы считаете, если бы не было этой профессии, вы были таким, точно таким же, какой вы сейчас есть? Или все-таки то, что вы в этой профессии, и эти роли, которые вам предлагают играть, и которые вы сами выбираете, они меняют вашу личность? Или это просто, опять же, как в самом начале мы начали разбирать вопрос, как надо играть, надо ли проживать, как это делал Николас Кейдж, или не надо, или просто играть? Ну, на самом деле, конечно, меняют и отчасти дополняют, потому что какие-то роли придают, например, мужество. И вдруг ты начинаешь замечать со временем, что ты в чем-то стал чуть-чуть больше мужчиной, да, и ушел немножко, что называется, от мальчишки. Но вот бывает, что, бывает, прилипают, вот, например, может прилипнуть какое-то, вот, например, пренебрежительное или довольно-таки, скажем, грубое отношение в общении с людьми. То есть, когда ты не успеваешь переключиться, и вот ты приходишь, например, в площадке, и немножко выносишь... То есть, вы еще стоите в образе, да? Да, и немножко выносишь это в жизнь, да. Вот за этим надо очень четко следить, отслеживать, и, грубо говоря, с костюмом вешать этот образ на вешалку, убирать его в шкаф, и приходить уже в своей одежде и со своим внутренним миром. Но, полагаю, что это не всегда получается, и приходится... Ну, бывает иногда, да, когда как-то это все просачивается сквозь пальцы, не замечаешь, и потом уже осознаешь, ага, сейчас вот, сейчас, сейчас я бы так не сказал, я бы так не ответил, или я бы так не поступил, понимая, что в тебе говорит какой-то персонаж. Быстро в душ, сразу быстро в душ, в баню смывать, очищаться. А скажите, пожалуйста, профессия актера больше для женщин или для мужчин? Вы знаете, я согласен с тем, что актерская профессия... Еще секунду. Вы можете сказать режиссеру, что да, я не буду играть это? Так, сначала на первый, по поводу для женщин, больше профессия женская или мужская. Я согласен, что профессия в ней, конечно, наверное, больше женского начала. И актеры, ну, скажем так, женщины, эти существа более чувствительные, чем мужчины, да, по природе своей, по натуре. А мужчины-актеры, видимо, тоже существа более чувствительные, чем, скажем, просто мужчины. Поэтому, конечно, вот это женское начало присутствует, но я не могу сказать, что это женская профессия. Нет, во-первых, потому что эта профессия, может быть, она кому-то покажется легкой, это совсем не так. Это и физический труд тяжелый в том числе. Во-первых, потому что, например, мы работаем по 12 часов в день. То есть, там, с 8 утра до 8 вечера, или с 6 утра до 6 вечера, а бывает, что и до 8 вечера, и до 10. Бывает, по 14 часов работаем, и по 15, такое тоже бывает. Бывает, что мы лежим на снегу, бывает, мы стоим на жаре в шубе. Это физический труд достаточно непростой. А по поводу отказать режиссеру, да, конечно, но если это как-то не совпадает с моим видением, то я могу, конечно, сказать, что я так не буду играть, потому что просто-напросто герой так не поступит. Это возможно, да. Часто ли это бывает? Ну, на самом деле, в зависимости от ситуации. Я не могу сказать, что я ставлю там какие-то зарубки и галочки, что вот на этом проекте я отказал режиссеру. Нет, все же обсуждаемо. Всегда можно договориться на съемочной площадке. Я могу сказать, нет, я не буду так делать, но давай я сделаю вот так. И так будет лучше. И режиссер согласится или скажет, нет, давай ты тогда сделай вот так, как я сказал, а потом сделай так, как ты видишь. И вот, может быть, тогда мы найдем золотую середину. Это происходит постоянно. Всегда идет этот поиск и спор. И, собственно, в нем и рождается истина. Артем, вот вы сегодня находитесь, в принципе, в середине своей жизни, ну, биологический год, да? Можно сказать, что вот мозг нацвенит. Ну, вот ваш период, ваше уже поколение сегодня. И вот, в принципе, я вот смотрю по клинике, по своим пациентам, клиентам. Сегодня очень много, скажем так, у вашего поколения залетных детей. Как вы к этому относитесь? В принципе, вот как человек уже, ну, довольно известный и уже имеющий свои мысли, наработки, Что бы вы посоветовали ребятам вашего возраста в отношении вот этих бежгендерных отношений? Мужчина-женщина. Как правильно строить? Как сегодня принимать на себя ответственность, как мужчины? У вас это в жизни получается? Как принимать ответственность? Со всей ответственностью. Заявляю ответственность. Ну, как? Ну, знаете, я считаю, что... Тут не очень большое значение, как раз-таки, имеет залетный ребенок или не залетный. Скорее, тут надо думать о том, что, ну, просто так ничего в жизни в этом не происходит. И если так случилось, то я предпочитаю думать, что это божественный промысел. И к этому нужно относиться именно так. И брать на себя ответственность с этой позицией в том числе. Потому что столько примеров. Люди пытаются годами, десятилетиями рожать детей. А вот у кого-то там один раз произошло, и получается ребенок. Ну, вообще, наверное, это все-таки... Вообще, это хорошо, это здорово, потому что дети, это на самом деле... Вот сейчас у меня родится второй ребенок. И которого, собственно говоря, я не могу сказать, что ожидал и планировал. Так получилось, как это обычно бывает. И, конечно, сначала я был, ну, можно даже сказать, наверное, немного напуган. Вот. Но когда пришло осознание, я успокоился. И мало того, что я успокоился, я смог обрадоваться. И теперь уже я живу с этой мыслью, и она меня греет. И мы с моей второй половинкой, так сказать, официально наши отношения не зарегистрированы. То есть у нас нет никаких печатей штампов. Но пока у нас вопрос об этом не вставал. Наверное, для женщины это момент, ну, более, что ли, щепетильный и важный, и трепетный, чем для мужчины. Не, наверное, а точно. Совершенно точно. А вот вопрос, если мужчина соглашается на этот шаг, делает он это с точки зрения осознанности, потому что он тоже этого хочет, или же потому что он, так сказать, идет на уступки и... И вот, да, обязан, и вот как-то делает, ну, можно сказать, одолжение. Вот это вот, на самом деле, большой вопрос, в котором, мне кажется, надо разбираться. И стоит ли это делать, если это делается вот с позиции обязательства? Или же жить в мире и в согласии без вот этого злополучного штампа? Артем, в дополнение к этому вопросу Евгения и вашему ответу, скажите, накладывает ли отпечаток на вот поведение в этом плане профессия, конкретно ваша профессия, или профессия, допустим, женщины с мужчиной? Или это вообще просто менталитет такой вот, как вы считаете? Ну, наверное, накладывает, конечно, потому что в моей профессии, ну, то есть, я могу сказать, что в моей профессии достаточно внимания у мужчины и со стороны женского пола, и это, конечно, как-то, ну, балует, наверное, балует и расслабляет. И вот, собственно говоря, балует расслабляет и поэтому мешает, потому что вот за этой так называемой мишурой можно не увидеть или увидеть, но не удержать какое-то серьезное чувство и по-настоящему близкого человека. И вот в этом тоже нужно отдавать себе отчет, чтобы из-за какой-то минутной слабости не разменяться. Вот так, так, пожалуй. Включали мозги и думали, одно дело, когда это все дозволено, а другое дело, когда человек осознанно делает то, что он хочет делать. Другой вопрос, что ни в наше время, ни в ваше время, ни в время родителей наших, к сожалению, половым воспитанием никто не занимался. Вот что вы скажете своему подрастающему сыну с таким прекрасным именем, как Тихон, да, это не человек? Тихон, да. Ну, я, пожалуй, наверное, посоветовал бы по возможности все-таки оградиться от беспорядочной жизни, потому что это и вот как раз-таки там в каком-то юном возрасте нежелательные там беременности, да, которые иногда плачевно заканчиваются там, да, какая-то там молоденькая девочка бежит, делает аборт, делает это так, что потом просто она лишается способности материнства уже, да, она не может зачать. Поэтому близкие отношения с одним партнером по возможности максимально, вот, и потому что кроме там нежелательной беременности, мы все знаем, есть такие прекрасные врачи, как урологи, которым тоже потом ходят и мужчины, и женщины лечиться, все, откуда ноги растут. Вот от этой как раз-таки вседозвольности и безнаказанности. Вот, как-то относиться к этому с умом, ну и, ну и, конечно, не забывать о средствах гигиены и контрацепции, конечно. А вот мы знаем, Артем, что актеры часто сидят где-то работы, да, и вот это, наверное, самое тяжелое движение в жизни каждого человека. Возникает умынение и верие в себя. Вот в эти моменты чем вы себя заполняете? И вообще возникают какие-то мысли поменять специальности? Насчет поменять не возникает мысли, но периодически посещает мысль, может быть, я... Бывают моменты уныния, безусловно, и вот тогда посещает мысль, может быть, я вообще делаю это дело плохо? И, может быть, я ошибся вообще дверью? Такое бывает, конечно. Бывает. А чем заполняю? Ну, заполнять стараюсь тоже творчеством. Я занимаюсь музыкой, ну, так, не профессионально, но как хобби, там, я пишу на компьютере какую-то музыку, фантазирую. Вот. Потом, конечно же, вот сейчас у меня растет сын, сейчас самый интересный возраст у него, ему три с половиной года, я стараюсь максимально времени проводить с ним, и это, конечно, очень дает сил и, собственно говоря, отбивает какие-то, там, депрессивные и унылые мысли. Это очень спасает, помогает. А в какой помогает вам? Бывает помогает, а бывает, что и вредит. Когда, ну, тут все понятно, по-моему, тут не надо объяснять, когда вредит. Когда его много, когда чересчур, то это уже, конечно, тут уже кому он может помочь. Только навредить, разумеется. Женя, повторите вопрос, пожалуйста. Я уже забыл, о чем вы сейчас думаете. Хорошо, Артем, а скажите, пожалуйста, вот сегодня тоже не секрет, что у вас такая очень сложная профессия, и у вас отчасти, как у детей, перепутано день, ночь, день, да? И, естественно, ни любой организм выдержит такие нагрузки. Кто-то принимает алкоголь, кто-то наркотики. Вообще, это вот что, допинг, смысл жизни, мода, или физиологическая непосредственно необходимость для того, чтобы выжить при такой, ну, относительно напряженной работе? Это сейчас вопрос про... про способы расслабления? Ну, отчасти да, и, в принципе, чтобы себя как-то стимулировать, чтобы выдержать вот такой сложный ритм, чем вы себя стимулируете? Ну, вообще, когда нет режима, это действительно очень сложно. Но все-таки, даже при его отсутствии, нужно стараться его соблюдать. Потому что, вот я говорю, когда у меня там 12-часовой рабочий день, в принципе, времени после смены остается, чтобы поужинать, например, да, и получить текст. И уже нужно спать, чтобы просыпаться на следующую смену. Но вот я стараюсь обязательно найти время, хотя бы полчаса, чтобы... Вода, знаете, вот вода, она всегда помогает, заряжает и очищает. Поэтому я стараюсь плавать. Я стараюсь плавать, и, конечно же, я делаю это в совокупности с... Либо это баня, либо это сауна. Обязательно 10-15 минут это и приводит в себя, и тонизирует, и в то же время успокаивает, и дает силы. В этом смысле вот такого режима я стараюсь придерживаться. Артем, скажите, профессия актера – это все-таки профессия или это призвание для вас? Хороший вопрос. Я могу сказать однозначно, что это моя работа. И я хожу на нее, как на работу. Но я не забываю получать от этой работы удовольствие. Это абсолютно точно. А по поводу призвания, это, наверное, не мне судить, а судить зрителям, которые, которые, может быть, как-то знакомы с моим творчеством. Это вопрос к ним. А для меня это работа. Ну, я могу сказать про себя. Я знаком с вашим творчеством еще до того, как Евгений мне предложил, скажем, провести программу вместе с вами. Поскольку я смотрел некоторые фильмы с вашим участием. И это не комплимент. Ну, мне понравилось. То есть, ну, правда, есть какие-то нюансы, которые, скажем, мне непонятны. Ну, как, в общем-то, то ли это действительно персонаж, то ли это действительно человек, находится в образе этого персонажа, неоднозначные, скажем так, я бы так сказал, роли. Но вот, вы знаете, находясь на территории Соединенных Штатов, проживая в Чикаго уже почти 25 лет, я все-таки слежу за новинками российского кинематографа, не только российского. И мне нравится смотреть, вообще-то говоря, фильмы и сериалы. И я смотрел, в общем-то, основные фильмы с вашим участием. Вехи, если можно сказать, именно фильмы, не работы в театре. Вот, поэтому судить, да, действительно надо судить. Но вы пошли в эту профессию, во-первых, вы профессиональные, действительно, закончили, вы закончили Щепкинское училище, правильно, высшее училище? Да. То есть, вы имеете высшее образование в актерском, скажем, профессии. Но вы туда пошли по призванию или как-то вот вам, вас детство тянуло или как? Знаете, как это обычно бывает? Вы знаете, ну, я начал заниматься этим еще в школе. В 10-м, в 11-м классе я уже достаточно серьезно занимался театром. И я уже играл в спектаклях. И, наверное, ну вот, наверное, к концу 10-го класса я уже понял, что я буду поступать в театральный институт. И я уже осознал, что, видимо, это станет моей профессией, и я именно с этим свяжу свою жизнь. Поэтому, но, конечно, свое слово еще сказала моя мама, которая, собственно говоря, можно сказать, во мне воплотила какие-то свои несбывшиеся нечеты, потому что в свое время она тоже хотела поступать в театральный, но ее мама не отпустила. Вот. И поэтому в нашем случае мама не то, что меня там не пускала, а наоборот подталкивала и сказала, вот, сынок, да, да, давай, делай, делай, продолжай. Если тебе нравится, если хочется, давай. Вот так. А вы знаете, я вспоминаю фильм, очень давний фильм «Москва слезам не верит», где там был один персонаж, как вы помните, который говорил, телевидение сейчас затмит все. Ничего не будет, кроме телевидения. Телевидение, скажем, кино, вот, не сегодня. Как вы считаете театр и кино? Есть какое-то разделение между вот таким творчеством? И не получается ли то, что актер, которого приглашают сниматься в фильмах, как-то уходит от своего, что ли, призвания и большей части становится, ну, если грубо выражаться, тапером, может быть? Ну, не знаю, значит, не могу сказать, но вот, знаете, я вот, честно говоря, в моей жизни сейчас вообще нет театра, хотя по образованию я актер театра и кино. Но в данный момент я работаю только в кино. И я знаю многих актеров, которые занимаются, например, только кино, по причине того, что, ну, театр, все-таки это, конечно, некая рутина. Это рутина и это, во-первых, это невозможность заработка совершенно в театре, потому что, ну, зарплата у актера, она еще меньше, чем, там, не знаю, у кого у нас самые маленькие зарплаты в стране? У учителей и у врачей, наверное? Я не знаю, как сейчас, когда я был там, там, много лет назад, да, это было так. Сегодня, наверное, Евгений знает лучше. Вот у актеров... Она была маленькая, она и остается маленькая, да. Вот, у актеров, которые работают в театре, вот еще меньше, чем зарплата, чем у учителя. И потом, конечно, это, ну, тоже очень большой труд. Бывает, за 30 тысяч в месяц человек проводит 30 дней, 30 дней в месяц проводит в театре. За 30 тысяч рублей в месяц. Это такой момент выбора. Это, или надо очень любить театр, и не мочь без него жить, или это уже какая-то безвыходная ситуация должна быть. Вот, у меня есть выбор, слава богу, сейчас, потому что мне предлагают достаточно много работы, вот, из которых я тоже выбираю, от чего-то отказываюсь, на что-то соглашаюсь. Вот, но, должен сказать, что, конечно, это, ну, театр для актера, это как, ну, для спортсмена, наверное, спортзал. Это тренировка, которая обязательно должна присутствовать в жизни. И я это понимаю, и мне этого не хватает. И я знаю, в каких моментах мне этого не хватает. Но, опять же, можно пойти на уступки на какие-то, там, перед самим собой, и, скажем, пойти играть туда, вот, куда зовут, но где не хочется играть. Например, в какие-то пошлые французские пьесы, в антрепризные спектакли, которые собираются очень быстро и делаются, там, за, не знаю, за две, за три недели ставится спектакль, за месяц, тяп-ляп, и вот, пожалуйста, все, зарабатывайте деньги, играйте, ездите по стране. Нет, не интересует, играл. Ну, лучше буду ждать и терпеть. Ну, и вот сейчас у меня, собственно говоря, светит мне один неплохой проект, как мне кажется, на осень театральной. Буду себя пробовать, вспоминать, что это такое ходить по сцене. Артем, а вот скажите, вы сказали, что я это чувствую, да? А вот были роли, которые, читая еще сценарий, вы чувствуете, что это твоя роль или это не твоя роль? Да. Был такое. Причем, совсем недавно я читал такой сценарий, и я чувствовал, что роль моя, и позвали на пробу, и ходил раз, пришел второй раз, третий, четвертый. И я почувствовал, что роль моя, и режиссер почувствовал, что роль моя, и сценарист почувствовал, что роль моя, и оператор, все почувствовали, что роль моя, кроме продюсера, который сказал, нет, берем другого актера, поэтому тут, знаете, можно чувствовать, можно не чувствовать. Вот. Ну вот, думаю, что зависимость, скорее, она не от специальности, а от образа жизни. Потому что мы же как цыгане. Вот я две недели, мне уже сложно две недели провести, скажем, в одном городе, в одной квартире. Мне уже необходимы какие-то переезды, съемные квартиры, какое-то постоянное движение и смена, смена, смена. Вот в этом смысле зависимость, да, существует. А уж когда я от нее избавлюсь, и избавлюсь ли, не знаю. Честно говоря, и не хочется, честно говоря, избавляться. Вот могу сказать так. Не хочется. Мысли есть? Какие-то вот приходят уже, что я уже реализовался в этой специальности, что все, что можно было сделать, я уже сделал. Какие-то такие появляются у вас? Нет, нет, я очень доволен своей работой, я люблю то, что я делаю, и я пока что не собираюсь отказывать себе в этом, и, честно говоря, не вижу пока никакого продолжения, никакой другой стези, ну, разве что связать как-то свою жизнь, опять-таки, с музыкой, там, с композиторством. Но, конечно, на первом плане это все равно моя работа, она остается у меня и никуда от меня не уйдет, я надеюсь. Артем, я надеюсь, что, послушав вот эту передачу, может быть, вас услышат какие-то американские продюсеры и вам предложат работу. Поедете в Америку сниматься? Или все-таки в России лучше? Вы знаете, я работал в зарубежном кино, я снимался в двух польских картинах, я снимался в одной французской картине, в грузинском кино я снимался. И, конечно, это очень интересно, этот обмен опытов, потому что везде одну и ту же работу делают по-разному. И этот обмен опытом – ценная штука, и это очень интересно. А так как, не будем скромничать, все прекрасно знают, что Америка опережает нас довольно-таки сильно в этом процессе и в этом умении, то, конечно, хочется посмотреть на этот процесс изнутри. Конечно, поехал бы. А вот скажите, пожалуйста, психология русского актера, допустим, и психология американского актера, и, соответственно, какая-то такая искусственная ситуация, вам придется там играть. Насколько вы будете изучать психологию американского актера, и надо ли это делать? Или, в принципе, будете привносить то, что у вас есть, то, что заложено генетикой и природой матерью? Ну, вы знаете, хороший вопрос. Ну, конечно же, я займу сторону наблюдателя и буду пытаться, наверное, мимикрировать. Думаю, да. И отвечать за это головой. И просто, если я хочу кому-то помочь, то меня потом могут за это наказать. И так же, по-моему, и в актерской профессии. Я знаю, что там это, ну, в каком-то смысле упрощено. Например, если меня зовут на пробы на роль мерзавца, я должен играть мерзавца. И все. А я не должен играть хитреца, там, хитрого мерзавца или обаятельного мерзавца. Там это никому не нужно. Там нужен конкретный образ. И вот за этим, наверное, надо наблюдать. А вам лично кого проще играть? Мерзавца или положительного героя? Не мешай мне, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Нет, ты уже съел очень много печенья. Давай. Ну, вообще, честно говоря, интересно, конечно, всегда играть отрицательных героев. И я уже в каком-то смысле даже набил руку. Вот. И у меня довольно-таки удачно получается играть таких неоднозначных персонажей. Но, к счастью, как-то так сложилось в моей профессии, что мне предлагают равнозначно как отрицательных героев, так же и положительных играть. Поэтому я ныряю, грубо говоря, в какого-то плохого парня, назовем это так, а потом выныриваю и ныряю в другую роль, где я хороший. И, собственно говоря, существует баланс и равновесие. Вот. Женя, еще есть вопросы? В принципе, наверное, все. Я бы просто, ну, окончательно, если у вас есть вопросы, задайте. И потом, наверное, уже надо какие-то пожелания будет, да? Это, я не знаю, пожелания. Я вообще, пожелания, это когда мы уже так, в общем, прощаемся и больше не о чем говорить. Я надеюсь, это первая встреча, не последняя. Опять же, вот высказано пожелание о том, что теоретически все бывает. И приглашают их в Голливуд. Вопрос тут заключается в другом. Немного, прямо скажем так, российских, русских актеров, которые прижились в Голливуде. Я могу назвать одно имя, которое я был сам очень и очень удивлен. И это очень и очень немногие знают, кто был первым. Есть на это причина, кстати, я сейчас скажу. Кто был первым русским актером, который был в Голливуде прижился. Как вы думаете, Артем, знаете такую? Вы смотрели великолепную восьмерку магнитику? Да, смотрел. Да. Юл Бриннер. Юл Бриннер. А знаете, каково настоящее? Юлий Борисович Бриннер. Он родился во Владивостоке. Вы представляете, я был поражен. Да. А знаете, почему они приживались? Ну, сейчас немножко другая ситуация. Сейчас стали помягче к этому относиться. Дело в том, что очень и очень и очень трудно избавиться от акцента. То есть, американцы, это такие люди, они слышат, особенно в кинематографе или в театре, когда слышат акцент любой. Самый незначительный. Все. То есть, это неприемлемо. Поэтому люди, актеры, прежде чем они куда-то там подают свои applications, пытаются куда-то устроиться, если, конечно, они не какие-то очень и очень характерные актеры, если только их именно не берут, знаете, как берут, допустим, в американских фильмах, обычно там KGB, KGB, там играет какие-то, играет американцы, которые говорят на каком-то ломаном русском языке. Причем, я слышу это, да и все русскоязычные слышат, что это просто искусственно. Конечно, это совершенно глупо в этом фильме слушать такую речь, которую играет американцы. Вот. Было бы логично взять, конечно, русскоязычное. И такие появляются в последнее время. Но вот Йол Бриннер был единственным и первым, которого взяли в Голливуд. Он работал и очень долго работал для того, чтобы избавиться от этого акцента. Ну, о том, что это непонятно. И вот он там как раз и тут пришел. Вы знаете, но у меня... Ну, что, далеко входить в Warner Bros. это же тоже русские ребята организовали эту кинокомпанию. Это да, но это уже просто организаторы, как актеры, там специфика немножко такая. Честно говоря, работы хватает, и у нас тоже. Поэтому я не строю себе какие-то воздушные замки и не грежу, что вот обязательно попасть в Голливуд и сниматься там. Работы хватает и здесь. Но если случится, то почему бы нет? Конечно, я буду рад. Безусловно, и мне нравится именно ваш ответ. Не в том плане попасть туда и засветиться, а в плане... Тоже неплохо, кстати, ничего страшного в этом нет. А в плане том, что получить какой-то свой опыт работы именно в другом и амплуа, и в другом просто направлении. Потому что действительно, ну, на сегодня это лидирующий кинематограф. И это было бы, конечно, здорово попасть и посмотреть, как там все это происходит. Так что мы вам этого и желаем. У меня может быть... Женя, я прошу прощения, у меня может быть вопрос такой. Вот у вас рядом бегает ваш сын. А скажите, вот, теперь вы уже, скажем, вашей маме не удалось, как вы сказали. А вам удалось. Вот пожелали бы ли вы своему сыну вот эту такую тяжелую, избрать профессию со всеми, вот, со всеми, со всеми? Вы знаете, я пожелаю своему сыну избрать ту профессию, которую он захочет, которую он полюбит, которая у него будет интерес искренний, а не потому что там я ему или кто-то еще скажет, ты будешь политиком, или ты будешь экономистом, или ты будешь актером. Честно говоря, я бы не очень хотел, чтобы он пошел по моему пути, потому что, ну, это нестабильная профессия. Она, ну, так скажем, я все-таки отношу себя к людям, которым в ней повезло. То, что я имею работу, то, что я имею возможность выбирать и от чего-то отказываться. Так происходит совсем не со всеми, извините за тавтологию. Далеко не с каждым, кто заканчивает актерский вуз, и очень многие сидят без работы. И это грустно, я это понимаю. Но я считаю, что человек должен сам выбрать для себя. А если он выбрал, то, значит, это правильно, это его выбор, и я буду уважать его выбор, конечно. Ну, это правильно, это правильно. Женя? Артем, а скажите, пожалуйста, вы сказали, что у вас высшее образование, да? И мы прекрасно знаем, что вот сегодня вы в том возрасте, ваш возраст, ну, не только актеры, а и финансисты, и банкиры, и инженеры, они более востребованы, чем, скажем, 50-летние или 60-летние люди. И, соответственно, с этим вопросом, что необходимо, допустим, вам еще для своего внутреннего развития, для актерского мастерства закончить, чтобы вы получили еще какое-то дополнительное образование? И думаете ли, что будет с вами через 20-30 лет? Через 20-30 лет? Да. Очевидно, будет пенсия. Через 20-30 лет. Да. Артем, если ее не продлят наши правители. Да, 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 если ее не продлят. Но, в смысле, вы хотите мне узнать по поводу какого-то другого образования? Чем бы я мог занять себя, кроме этой... Да, дополнительное образование к вашей актерской специальности, чтобы вы, что называется, на будущее имели кусок хлеба. Ну, имеется в виду, что человек, актеры, как, знаете, спортсмены, они становятся тренерами. Актеры, они идут в режиссеры, там, я знаю, вот типа такое. Заканчивает режиссерский факультет, допустим, и так далее. Да, сценарный, возможно, кстати говоря. Да, тоже неплохо. Но, знаете, из того, что интересно, ну, вот я говорил про музыку, и еще, конечно, интересно, вот, собственно говоря, чем занимается Евгений. Это тоже неплохой подспорик моей профессии. Я имею в виду образование психолога. Потому что, мне кажется, эта профессия, она очень тесно связана с моей, с актерской профессией. Ну, и плюс, мне кажется, это очень интересно. Знать, как можно помочь человеку разобраться с самим собой. Вот, мне кажется, это достойная профессии. Вы знаете, ну, я могу вам, конечно, посодействовать и даже протекцию составить, чтобы вы закончили вечерний, там, психологический институт, государственный причем, да? Это без проблем. У нас, наверное, единственное, есть действительно такая общая закономерность. То, что вы ждете свои роли, и то, что мы ждем своих клиентов, пациентов. Потому что вы прекрасно знаете, что в России психология в загоне. И особо такие специалисты, как психологи, не нужны. Но вы сказали ключевую фразу, чтобы помочь разобраться в себе. Артем, ну, я вас знаю как умного, думающего человека, и мне очень импонирует, что вот как вы выстраиваете сами в отношении самого себя мысли, и как вы их четко реализуете в своей жизни. Поэтому, конечно, при желании я обязательно дам свое протюже, и, наверное, желаю вам, что называется, всегда искать себя, что вы и делаете. Ведь на пути познания самого себя вы можете повстречать только самого себя. Прекрасные слова. Да, да, здорово. Так что, блат Артема уже обеспечен в ВУЗе, в вечернем, правда. Даже диплом подарю. Диплом уже. Хорошо. Вы знаете, совсем не обязательно, кстати, ну, это я уже как учился и там, учусь здесь много лет, и еще на Востоке. Я вам могу сказать, смотря для чего, если мы хотим, можно оказывать помощь на самом деле и без диплома. То есть, ведь внутренняя сущность, она самая главная. То есть, если человек достаточно реализован, и он, во-первых, сам это уже все сделал, прошел этот свой путь, и он имеет какие-то результаты. И более того, если он кому-то еще помогает, то это здорово и замечательно. Вот с этой точки зрения, ну, как официальный документ, он может быть и нужен, опять же, смотря для чего, как мне кажется. Но, тем не менее, тем не менее, это здорово. И эта профессия, кстати, не знаю, как, опять же, вот, я удивлен о том, что в России она находится в загоне, эта специальность. Я, то, что я читаю, это самая востребованная на сегодняшний день специальность в мире. Самая востребованная. Почему? Потому что, ну, понимаете, мы не один раз уже провели программы с Евгением, и мы все время возвращаемся к тому, что человек должен вернуться к своим истокам и понять, в чем проблема его. И поэтому поверхностное и решение каких-то локальных местных вопросов, как человек пошел там к доктору и сказал, у него там болит то-то, то-то. И доктор ему выписал какое-то лекарство или что-то там вырезал. Но ведь это не решает никаких проблем, это же мы знаем. Поэтому, если человек находится в каком-то состоянии, то чему-то вот привело, почему это состояние в него вошел. Кстати, у меня по этому поводу еще много вопросов. Я просто не хочу задерживаться, я знаю, что вы человек занятой, тем более, что у вас тут и смена уже, так скажем. А вообще вопросы были на следующий раз. Я вам могу, так сказать, озвучить это, а вы потом уже ответите в следующий раз. И надеюсь, что мы еще раз с вами встретимся. То есть человек проживает, еще раз с этого, как бы я начал задавать вопрос, Человек проживает на сцене или на экране, проживает какие-то роли. Роли это абсолютно неоднозначные. Это роли бывают смертельно больных людей. Это бывают роли преступников. И существуют на самом деле какие-то такие вещи, которые действительно, ну вот, в каком-то там, ну, спектакле. Или в каком-то экранизации чего-то. Человек, актер проживал вот эту, потом снимали, переснимали, он опять проживал эту роль. И что-то происходило. Есть какой-то вот такой вот вещь, такие какие-то вещи, которые непонятны нам, сидящим по ту сторону экрана, а вот вам они понятны должны быть. Вот мне хотелось бы, опять же, не сейчас, потому что это очень всеобъемлющий такой вопрос, а получить вот такой ответ, ну, или попытку этого ответа. Как вы переживаете вот эти все роли, и как они потом отражаются? Ну, я могу сейчас вот быстрее... Блинный такой. Да, я могу сейчас дать такую затравочку. Вот в прошлом году у меня была роль, где я играл человека, который перенес серьезную болезнь. Вот, и я придумал там себе по пластике, как-то поменял, в общем, походку. И в какой-то момент я понял, что... Ну, я почувствовал себя, наверное, на 10 или на 15 лет стажа. Я понял, что у меня начала болеть спина, у меня начали болеть колени. У меня... Ну, то есть, я начал себя плохо чувствовать на физическом уровне. Но это длилось где-то, наверное, в первую неделю или две, первые две недели съемок. Потом я уже осознал, что глубоковато, что ли, можно так сказать, копнул. И уже как-то отделся от этого и уже впрыгивал только на съемочной площадке. Вот в это. Но вот это как вопрос о том, что цепляем или нет. Да, вы знаете, вот здесь как раз-таки, скажем так, психология, именно прямая зависимость. То есть, психология человека, который в данном случае одевает на себя маску актера. И как человек это все проживает. Это очень интересный момент. Артем, спасибо большое за ваше время. Спасибо вам. Это было очень интересно. Значит, мы программу эти записываем на самом деле. Правда, сегодня какая-то вот такая странная программа, поскольку вот Евгений находится на моем телефоне. Что-то вот в этом микрофоне, не знаю, там будет слышно или нет. Последнее, вот я как-то нашел такой, скажем, момент, где более-менее слышно. Посмотрим, как это будет. Но главное, главное, ваши ответы слышны. Поэтому мы вам вышлим эту программу, а вы уже сами подумайте, что с ней так делать, прослушайте и так далее. Хорошо. Я буду, я надеюсь, и будем рассчитывать о том, что когда у вас будет порточка, так сказать, в ролях, это интересно. Это интересно. И вы можете тоже приглашать. Я так полагаю, Женя не будет возражать, если вы пригласите ваших коллег по цеху, скажем так. Тоже будет интересно нашим радиослушателям и видеозрителям. Да? Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Артем. Большое спасибо. Спасибо, было приятно. Да, дорогие друзья. Спасибо большое, да. Да, на этом мы нашу программу, наш эфир с Евгением Саяпиным, психологом, психоаналитиком и Артемом Ткаченко, профессиональным актером театра и кино, заканчиваем. И благодарим всем, кто нас слышал. Радиоцентр Сангейт, Сангейт, тройное W, сангейт, radio.com, штаб-квартира находится в городе Чикаго. Ну и по времени сейчас у нас 11.40 утра, ну а в Москве уже 19.40, да, получается? Да. Так что пора уже готовиться к завтрашнему дню. Всего доброго. Всем добра, света и позитива. Пока. Да, взаимно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok